За день до дня рождения я рассказываю о скорости передвижения. Не, не так. За один день до дня рождения я рассказываю о прелестях скорости передвижения. Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы раскроем достаточно важную тему в мире Варкрафта, а именно поговорим о скорости передвижения. Скорость передвижения очень легко повышается различными способами, и это мы всё сейчас посмотрим. Как мы прекрасно знаем, есть классы, которые передвигаются чуточку быстрее, есть классы, которые передвигаются чуточку медленнее, у кого-то встроенных спринтов больше, у кого-то есть различные рывки, например, у демонхантеров, у кого-то прыжки, например, у демонхантеров в ветке танка и у воинов. Сейчас это всё обсудим и поговорим о том, как можно увеличить скорость передвижения, и есть некоторые фишечки, которые позволят фармить старый контент быстрее. Изначально мы поговорим о том, как можно повысить скорость передвижения, используя различные таланты и способности. Начнем с фуривоина. У воина ветки неистовства имеется прыжок, обычный героический, также имеется рывок, также имеется талант на героический прыжок, а еще есть талант, называемый боевая машина. После убийства цели мы получаем 30% скорости, а также 30% скорости передвижения на 15 секунд. Согласитесь, это достаточно сильно. В тот момент, когда вы фармите старый контент, вокруг вас очень много целей, которые просто очень легко убьются с одного удара. Охотник на демонов имеет в своем арсенале большое количество различных способностей и талантов, которые позволят достигать большую скорость передвижения. Самый обычный двойной прыжок, он имеет некое ускорение, просто попрыгайте вперед и ощутите это. Далее, рывок скверный, само собой, с помощью него можно преодолеть расстояние. Планирование, если вам нужно с какого-либо расстояния пролететь, либо с какого-либо расстояния просто-напросто перелететь, то это прекрасно. Также, демоническое отступление, это самый обыкновенный прыжок назад, отрыв у охотников, например, обычных имеется. Искусность в ветке дамагера у охотника на демонов повышает скорость передвижения. Чем больше у вас искусности, тем больше у вас скорости передвижения. Также имеется талант, который берется на 104 уровне, кд его 2 минуты, и этот талант при своем нажатии повышает скорость передвижения на 100%. Действует 5 секунд. Друид, а именно Ферал, имеет прекрасное АОЕ в своей форме кота. Также он достаточно хорош во многом, и у него есть способность сновидец, которая позволяет телепортироваться в оплот. Это может быть полезно с целью того, чтобы просто-напросто ресетнуть данж, чтобы не бежать к его началу. У друида с целью повышения скорости передвижения имеются также некоторые таланты и способности. Само собой, форма кота, которая пассивно увеличивает скорость передвижения на 30%. Также, родство с силой зверя, которая даст нам стремительность к кошке и повысит нашу скорость передвижения на 15%. Также имеется порыв, который усилит нашу скорость передвижения на 60%. Но можно этот порыв заменить на рывок тигра, который находится во втором тире талантов. Скорость передвижения повысится на 200%. Но если вы не хотите терять порыв, то можете взять стремительный рывок. Тоже вполне неплохо себя показывает. Монах, так же как и друид, имеет возвращение в оплот. То есть нам так же не нужно бежать к началу подземелья с целью того, чтобы его обновить. Мы просто используем кнопку для телепортации в свой оплот. Далее мы нажимаем ее обратно. Мы находимся у начала подземелья. И все замечательно у нас. Касательно увеличенной скорости передвижения мы рассмотрим монаха, танцующего с ветром. У него имеется пассивная способность, которая позволяет повысить скорость передвижения на 10% рядом находящимся союзникам и собственно самому себе. Также у монаха имеется удар летящего змея. К этому всему есть кувырок двухзарядный, но его можно заменить на циполет во втором тире талантов. Как вариант, все зависит от вашего желания. Ну и само собой тигринное рвение. Если вы возьмете его во втором тире талантов, оно будет у вас присутствовать. Разбойник ветки скрытность. Имеет при себе спринт, который повысит скорость передвижения. Также имеет при себе стелс, самую обыкновенную невидимость, которая позволит проходить мимо некоторой пачки мопцов. Также есть шаг сквозь тень. Мало того, что мы делаем прыжок за спину противнику, так еще и увеличиваем свою скорость. Это полезно. Ко всему этому есть встроенная пассивная способность. Скороход, увеличивающая скорость передвижения на 15%, ну и уменьшение урона, которое получаем мы при падении. Также можно взять талант, ночной ловец, который позволит нам передвигаться в невидимости на 20% быстрее. Это может быть полезно вполне. Охотник является прекрасным классом с целью фарма мопцов, с целью передвижения в старом контенте. Имеет при себе отрыв, дух гепарда, который очень хорош с целью того, чтобы повысить свою скорость передвижения. А также можно взять талант быстрая реакция, который повысит скорость передвижения при использовании отрыва на 50% на 4 секунды. О самых быстрых классах рассказано, теперь перейдем к расам. Цандаларские тролли имеют при себе способность во звание гонгу, опека гонга, которая повышает скорость передвижения на 5%. То есть как вариант можно взять этот бонус с целью фарма старого контента. Дворфы черного железа прекрасно чувствуют себя при фарме подземелий за счет способности, которая увеличивает их скорость передвижения, находясь в подземелье, на 4%. Найт эльфы имеют при себе расовую способность, которая повышает их скорость передвижения на 2%. Ну а воргины имеют встроенный спринт с двухминутным кулдауном, который позволяет на 40% в течение 10 секунд передвигаться быстрее. Выбрать правильную расу и правильный класс это все еще недостаточно с целью того, чтобы развить максимальную скорость передвижения. Чтобы достичь большого процента скорости передвижения, нам нужно позаботиться о наших азеритовых вещах. Суть в том, что с целью фарма старого контента мы будем стопать свой левел примерно на 111-115 левеле. И в этот момент мы уже на 110 левеле получаем сердце азерот и до 115 левела мы можем набрать различные азеритовые вещи. С рарников, с квестов, с квеста тарталанов, насколько я правильно помню, дают азеритовую вещь. И нам нужно добиться такого таланта, желательно, конечно, в тройном экземпляре под названием быстроход, который работает как ступни агромара на минималках. Мы повысим свою скорость передвижения и будем чувствовать себя просто замечательно. В тот момент, когда мы занимаемся фармом старого контента, нам не особо нужен шмот высокого этом левела. Мы можем надеть шмот более низкого этом левела и при этом как-либо его зачарить. Мы берем плащик, который можно зачарить на 2% к скорости. Самой обычной скорости передвижения. И даже такой малый процент будет влиять на финальный итог. Запястья, перчатки, ноги, поясок. Все эти предметы можно просто выбить, можно надеть зеленые вещички в эти слоты. А самое главное, чтобы там был третичный стат под названием скорость передвижения. Чем больше мы его получим, тем быстрее мы будем передвигаться. Да, это может быть какая-то не особо мощная зеленка, но мы же стремимся к повышенной скорости передвижения. Хотя в тот момент, когда мы собираем такие вещи, не особо мощные, все-таки стоит вспомнить о самых мощных вещах легиона, а именно о легендарочках. Платные классы могут надеть на своего персонажа ступни агромара. Охотники и шаманы могут просто-напросто нацепить на себя перчатки крафтовые. Не стоит забывать о крафтовом поясе, пояс рету, который позволяет увеличить скорость на 15%, если рядом нету противников. Также и кожаным классом не стоит забывать о легендарных ступнях. Разбойники, монахи, друиды, охотники на демонов вполне могут позволить себе крафтовые ступни. Ну а если вы уже левела 120 и хотите все-таки как-то себя ускорить, то если пройтись по всем ступням, то это будут ступни, которые падают с такого босса, как Роскошь в рейде Битва за Дазар Алор. По колечкам нет особо большого выбора. Мы надеваем кольцо Сефус, ну а также мы берем для себя какое-либо редкое крафтовое колечко из БФА. Ставим туда тот камушек, который даст нам больше всего полезности при использовании азеритового таланта Быстроход или при использовании ступни агромара. Ну а также, конечно, нам стоит его зачарить с целью того, чтобы получать еще больше вторичного стата, например, крита, и в итоге, чтобы мы получали еще больше скорости передвижения. Первое колечко это Сефус, а второе крафтовое ювелирное. С аксессуарами все чуточку веселее. Мы можем использовать Осколок Времени, который падает с легионовского подземелья. Также мы можем использовать Голод Стаи, который падает с чертогов доблести. Тринкет весьма хорошо себя показывает с целью увеличения скорости передвижения. Ну и также мы можем использовать различные легионовские статстики. Статстик это тринкет, который имеет при себе силу плюс еще какой-то стат, например, Сила, Крит или Интеллект, Искусность, то есть основной стат и вторичный стат. Нам нужно добиться того, чтобы там был третичный стат в виде скорости передвижения. Об оружии тоже не стоит забывать. Например, рунический клинок Барона Ревендера хорошо покажет себя с целью увеличения скорости передвижения. Ну и также мы можем зачарить на него катаклизмовское зачарование под названием Ветроступ. Ветроступ при своем проке, при своей активации будет увеличивать нам уклонение, хотя это не особо важно. Ну а также повысит нашу скорость передвижения на 10% на 10 секунд. Это уже звучит интереснее. Некоторые предметы также помогут нам чувствовать себя комфортнее при фарме старого контента. Например, медвежий тартар, хоть он и был понерфлен, но все же даст нам небольшую прибавку к скорости. Также не стоит забывать о гоблинских планерах, которые могут нам помочь спуститься с какой-нибудь горки или преодолеть какое-либо расстояние. Ну а также собиратель трофеев — это игрушка, которая крафтится инженером и может использоваться только инженером. В рамках всего вышеперечисленного стоит, конечно, думать вам. Фармить на 120-м весь этот старый контент, как вы делали все это раньше, и тратить при этом чуть больше времени. Либо же остановить прокачку персонажа какого-либо на 111-м, сделать на нем сет, который позволит вам максимально быстро фармить что-либо, и заниматься каким-либо фармом уже на этом персонаже. Задумайтесь, вспомните, что у вас не выформлено, что вам нужно подфармить, быть может вы хотите с какого-нибудь данжа голдишку пофармить. Все возможно, и в принципе, если будете придерживаться абсолютно всем ранее сказанным советам, то у вас все получится. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Если остались какие-то вопросы, то можете задать их в комментариях. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!